утро доброго не бывает но доброе утро господа сегодня опять дежавю мы едем опять не за машиной едем в город одессу и там будем забирать эту малышку давайте опять розыгрыш 100 гривен тому кто угадает какая машина ребят активности сегодня меньше ничего никто не угадал за какой машина мы едем сейчас на трассе полпути до одессы а теперь подсказку даю это кроссовер приехала наша машина все мы уже в одессе возле автовокзала сейчас садимся и едем на мрэо приехали на камри продолжаем поездку на тариот на toyota prius а сашка тут пока же фоткается приехать в одессу не заехать на море такой нельзя упустить момент сегодня море штормит волны высокие и вообще я туда захожу только как бы вода достает можно видеть там еще сухо тут уже всего круто что сейчас может волна прилететь вот такая например ёхо милобай я успел надо потрогать хоть воду на морскую но все потрогал миссия на комплит на вода 15 до а температура 16 а вода сегодня 15 градусов а пошла вторая заход тут уже пометили как-то вот идет большая большая волна сейчас будет бул ёхо милобай беги сейчас опасно вообще в таком море купаться сейчас туда вот прыгнуть все тебе же волной вот прям об камень шандарахнет да кстати а этот вообще хитрый он машине которую мы сегодня купили нашел очки себе если что это дольче вабана оригинал презента продавца бонус продавец знает тут о том президенте который он сделал тебе скоро узнает точно не переключаемся сейчас еще дорога на киев нас ждет друзья мы уже заправляемся заправляем нашу машину дизелем до полного не знаю сам сколько лезет сейчас мы еще замерим расход топлива по трассе то есть от одессы до киева сколько сейчас она сожрет мы заправимся тут на выезде с одессы и второй раз уже заправимся по приезду в киев и посмотрим на расход я ожидаю в районе ну давайте быть реалистами в районе 8 литров принципе это будет адекватно расход по трассе еще посмотрите пока на машину как она выглядит такая симпатичная смотрим влезла нас 58 литров почти 59 почти 60 даже 1700 гривен и опять же по приезду в киев мы его заправляем второй раз и смотрим на получившийся расход пока единственный меня смущает этот момент это конечно нужно будет оторвать и давайте ну давайте не буду уже показать по косякам покажу в основном видео друзья всех приветствую на канале автоподбор это вторая часть мы на той же по сути локации но в этом видео я вам расскажу о той машине которая купил kia sorento почему она ну и все такое прочее погнали я с ней познакомлю вас а Субтитры сделал DimaTorzok Итак, почему же все-таки одна? Давайте я вам начну показывать Начнем мы, наверное, с подкапотного пространства Это, в принципе, как многие говорят, самое интересное Итак, под капотом у нее стоит мотор объемом 2 литра Common Rail, это, опять же, кто не знает Это просто дорого по форсункам, если вдруг форсунки полетят В общем, почему 2-литровый? Максимально хороший расход у него В сравнении с 2.2 дизелем, который тоже сюда ставился на 2-литровом Никогда не бывает полного привода И у меня, соответственно, только передний привод Двигатель турбированный, подхват у него хороший Едет машина хорошо По кузову, в принципе, она полностью вся в родной краске Но, кроме одного момента, у нее красилась вот эта вот дверь Водительская дверь была перекрашена Она без поклевки, без криминала Это, как называется, косметика В районе 180-200 микрон она по всей своей плоскости бьется В остальном, кузов полностью в заводском окрасе Ни один элемент кузова не снимался В принципе, включая эту же дверь Дверь тоже не снималась Капот не снимался По морде полностью целая машина ДТП никаких серьезных, глобальных у машины не было Почему я говорю серьезных, глобальных? Потому что подойдите сюда, я вам покажу Сразу какие косяки есть по машине Вот этот скол Я уже купил с этим сколом То есть где-то машина прижалась Замялась, если присмотреться, видно здесь И образовался вот такой скол Перекрашивать капот из-за этого скола я не хочу Потому что машина, во-первых, находится Она не просто белая Она белый перламутр цвет называется Дорогой, хороший, как бы белый цвет с блесточками Во-первых, это будет дорого Во-вторых, я не хочу просто красить капот из-за этого скола И чтобы у меня был еще плюс один крашеный элемент Дальше, по решетке у нас есть тоже такой вот скол Это, видимо, все результат того же ДТП, который у нее было То есть вот скол, здесь мятинка и этот скол И также по бамперу тоже есть один маленький Сколик, не сколик, я не знаю, как это называть То есть критичного глобального ничего нет Оптика вся целая, ничего не потеет Крепления все по оптике целые То есть дальше в основном по морде все хорошо Также из минусов есть еще момент У нее здесь идет трещина По лобовому стеклу по всей длине То есть от самого верха до самого низа Трещина эта уже все Она, скажем так, финальная Дальше она никуда не пойдет Она уже дошла до самого максимального своего, скажем так, расстояния Но я думал менять лобовое Но, если честно, я, скорее всего, менять лобовое не буду Ввиду того, что, во-первых, это лобовое оригинальное Оригинальное киевское Оригинальное ее, она 11-го года То есть это родное ее стекло Кроме этого, на лобовом у нас также есть обогрев зоны дворников Датчики дождя И, если честно, не хотелось бы туда лезть Потому что на СНДФ у меня была проблемка Датчик дождя был плохо приклеен Из-за этого у меня он плохо как бы работал во время дождя Я боюсь, чтобы сейчас не накосячили при замене лобового Чтобы все нормально было Я просто из-за этого не хочу его переклеивать в итоге Дальше Дальше, дальше По кузову давайте пройдем еще Какие есть моменты Во-первых, у нее есть пороги Кстати, это реально хорошие пороги На которые можно вставать Ничего с ними не будет Пороги очень хорошо держатся И также внешний вид, конечно, ну просто вау С порогами она смотрится намного круче У машины есть бесключевой доступ То есть, мы можем подойти, закрыть ее И она закроется А она не закрывается, потому что, видимо, ключ находится в середине Бесключевой доступ Кнопка старт-стоп Это все присутствует Многие, я думаю, спросят Что это за вот эти губки у тебя тут на дверях Голубая какая-то порнография Это транспортировочные губки Когда дверь открывается Чтобы она не ударила своим краешком Осталась краска целая Приклеивает эти губки Это транспортировочные губки с кореи Так, ребят, все машины, в принципе, сюда пригоняются Снимать эти губки не снимать Я долго думал Ну, как бы они прикольные Потому что ты дверь открываешь И в итоге у тебя дверь не коцается Если где-то об что-то ее ударить Об соседнюю машину, об заборчик, об столбик В таком плане Но некрасиво смотрится Я вот думаю, что делать Есть еще вариант Возможно, наклеить сюда на торцы пленочку Бронепленочку, которая будет, скажем так Защищать эту дверь от закосывания Дальше, по заду Есть у нас камера заднего вида У нас есть спойлер А спойлер, это, кстати, если что, тоже доп у Соренто У обычной Соренто его не бывает Здесь, вот возле хромовой накладочки Мы можем увидеть Есть такая вот замазюканная штука То есть, скорее всего, я так понимаю Возможно, тут либо скол, либо ржавчина И ее так замазюкаль Ну, это есть Дальше, мне не нравится На вот этом набалдашнике Этот набалдашник тоже, кстати Ну, не идет только, скажем так В максимальных комплектациях Вот так вот саморезы Заклеены таким вот С треным методом Таким армированным скотчем Это мне не нравится Это я буду немножко подделывать Немножко есть притертость на бампере Которая вообще несущественна Вообще в глаза не бросается Но она там просто присутствует Дальше по машине Вот отсюда можно видеть Какой-то красивый все-таки Белый перламутр Белый перламутр Это цвет белый с блесточками Да, вообще любой цвет Любой цвет Главное с блесточками По заднему ряду у нас Ну, что у нас тут есть? Вообще Я в коврике Нам однажды один перекуп сказал Ребят, у меня я в коврике Поэтому я машину продаю выше рынка Значит Что-то влияет Красивые такие накладочки Стеклоподъемники Тут у нас также есть Обогрев заднего сидения То есть можно отдельно Обогрев этой зоны включить Отдельно обогрев этой зоны включить И прикуриватель Точнее розетка на 12 вольт Для задних пассажиров Салон кожаный Даже с кожаными карманчиками Кстати, карманчики кожаные Это тоже доп. опция Может их не быть Может быть просто такие Как в сеточку карманчики Смотрим дальше Вот она постоянно сигналит Наверное сигналит Потому что у нее А не, у меня аж ключ Почему она сигналит Неизвестно Надо еще думать Почему она сигналит У нее есть панорама Если вы можете заметить сверху Панорама Это вообще опция Про которую я мечтал И все-таки она есть Я, кстати Целенаправленно искал Либо панораму Либо люк Просто хотелка такая была Кстати, датчики Без ключевого доступа У нас находятся На передних только дверях Левой и правой На багажнике К сожалению, нет Хотя иногда Это бы не помешало Я часто подхожу Сначала сюда нажимаю Потом иду только к багажнику Хотя хотелось бы Сразу его открыть А теперь пойдемте в салон Я вам покажу по салону Какие у нее есть плюши У нас руль Он не просто руль Он не просто серворуль Когда он двигается Вперед-назад-вверх-вниз То есть регулировка руля есть У нас еще и мультируль А мультируль Это когда уже на руле Присутствуют кнопочки Кнопочки тут у нас С левой стороны Управление магнитолой С правой стороны Управление круизом И кнопочка Положить Громкую связь по блютузу На двери обычный Электропакет всех корейцев Приборка у нас Кстати офигенный прибор При включении зажигания Она Она просто 3D получается То есть на заднем фоне У нее есть вот такие красные полосочки И эффект создается Ну очень красивый Когда ты смотришь на прибор Не знаю как это Как это назвать Ну просто очень красиво На нее смотреть На центральном туннеле Что у нас присутствует Во-первых У нас подлокотник Который Примерно по размерам Как багажник Смарта Какого-нибудь Либо Матиза В подлокотник У нас валяется Целую кучу хлама И также есть Зарядка для ключа То есть два ключа С машины идет Если у вас один ключ Разряжается Можно его сюда ставить И во время езды Он будет просто заряжаться Два подстаканника Это стандартно У всех Коробка Ну и дальше пошли выше Дальше уже пошли плюшки Во-первых Два прикуривателя Ну это как бы тоже стандартно Для всех корейцев Но плюс у нас есть USB и вывод Для 3.5 разъема Под AUX Подогрев сидения Пассажирского И подогрев сидения Водительского Но с функцией Вентиляции То есть у нас есть Вентиляция На водительском сидении Это тоже плюшка Которую я очень хотел Я уже готов был Пожертвовать И я тоже Эту плюшку спрашивал Мне сказали Ее нету А на самом деле Она есть Когда мы начали смотреть Я вижу тут вентиляции Думаю Ни хрена себе И я уже на моменте Когда я видел вентиляцию Подумался Да Я эту машину возьму Дальше У нас есть климат Климат двух зон Отдельно может регулировать Температуру на левом борту Отдельно на правом То есть допустим Когда мы выставляем У меня допустим 26 градусов У меня будет дуть теплым Когда сосед выставляет Там 17 градусов У него будет дуть холодным И причем теплым будет дуть Моя сторона тут И задние дефлекторы Позади меня Когда пассажиры Выставляют температуру Тут маленькую Либо большую У него будет дуть Своя температура Со своих дефлекторов И также заднего дефлектора Дальше Просто обычный набор Стандартных кнопочек Магнитола Магнитола с поддержкой Блютуз Аукс Усб Громкая связь По блютуз можно Как и разговаривать Так и слушать музыку И в версиях Только ТЛХ У корейского рынка Идет Вот такие вот дисплеи Вообще Это как бы нештатный дисплей Он уже докомплектован И он корейцами был сделан Я вам сюда сейчас поставлю фотографию Как он выглядел Когда машина приехала И на данный момент Он уже полностью русифицированный То есть Я здесь это все поменял Это честно говоря Была проблемой Это все поменять Потому что Я искал Кто бы его русифицировал Дисплей был на корейском Корейская навигация С корейскими картами Которая конечно же У нас не работала И по сути Он нужен был мне Только для того Чтобы видеть там Камеру заднего вида То есть изображение Назад с камеры Искал Кто бы мог русифицировать Нашел трех человек в мире И один из этих людей Только согласился Его русифицировать Цена 4 500 рублей Человек находится в России В Хабаровске по-моему За Это примерно По гривнам 1800 гривен 4 500 4 500 рублей Стоит русификация Того корейского дисплея Я решил проблему Немножко другим способом Я просто Это все разобрал Эту всю баулу А там оказался По сути обычный Планшет на Windows CE Операционной системе Я поехал на радиорынок И просто подобрал Нужный мне дисплей Уже он на андроиде Здесь есть навигация Причем навигация Русская С картами Ну как русская На русском языке С картами Украины России Страны СНГ И в принципе Все Европы Кроме этого Это так как Это система андроид Сюда можно установить Любую вообще Навигацию Любую приложение Которое Которое только вам В голову взбредет Скажем так То есть у меня здесь Предустановлены Навигатор АГО И гугл навигатор АГО работает Вообще совершенно Без подключения К интернету То есть у нас идет Сигнал Поиск спутников Он подключается И он дальше ведет Отлично Я считаю Вообще отлично Вся навигация Рабочая Камера Заднего вида Рабочая Вот сейчас Включаем зажигание Включаем Заднюю передачу И видим У нас включилась Камера Заднего вида Тоже Шикарно У нас есть И камера И портроники Кстати Сверху зеркало С функцией Автозатемнения С функцией Добавить Убавить Громкость На этом дисплее Это мы долго Искали Что это может быть Какое бы Означение У этой средней кнопочки И поняли Это для корейских Автобанов Кнопочка нажали Считала Как-то вашу Не знаю Вашу карту И вы можете спокойно Себе ехать По платной дороге И функции Отключения Этого Автозатемнения Эта кнопочка У нас открывает Передний люк Кстати Многие говорят Что это панорама Нет На самом деле Это не панорама Панорама как раз Идет у тигуанов Когда стекло Полностью сплошное Либо там У французов тоже На данной машине Это не панорама Это по правильному Называется Два люка У нас есть Передний люк И задний люк Как бы Панорамный люк Панорамный люк Ну и два Панорамных люка Открывается у нас Только передний люк Причем У нас он может Открываться И на проветривание И просто Открыться Эту фишку Я прям Очень мечтал Про нее И наконец-то Она есть Все Мы можем просто ехать У нас открылся люк У нас есть Москитная сеточка Там ничего не сдувает Комарики К нам не залетают Потому что у нас На скорости Все это выдувает В общем Наверное на этом Думаю Можно закончить наш обзор Саша Всем спасибо Что были с нами До новых встреч Подписываемся на канал Подписываемся Ютуб Инстаграм Тикток То есть мы везде Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok